Если останется капиталистическая система, все это повторится через некоторое время. Мы же видим, куда капитализм ведет. Но вернулись мы в один капитализм. Вот он, инклюзивный капитализм, который нам обещают в ближайшее время. Это закономерное развитие капитализма, где нам всем, подавляющему большинству, отводится роль служебных людей. Все меньше времени остается до начала избирательной кампании. Когда мы с вами будем выбирать депутатов Государственной Думы, 12 глав субъектов Федерации и в 39 регионах будут выборы законодательных собраний. И сегодня мы поговорим о том, какова цена этих выборов для нашей страны. Игорь Сергеевич, с вашего позволения, начнем с вас. До единого дня голосования, который у нас почему-то в сентябре, еще бы сделали в июле. Остается все меньше и меньше времени. 19 сентября пройдут выборы. Будем выбирать, как уже говорили, депутатов Государственной Думы, 12 губернаторов и 39 региональных собраний. Какие впечатления от нынешней избирательной кампании? Какие ее особенности? Я считаю, что главная особенность нынешней избирательной кампании, в отличие от предыдущих, это то, что ставки на кону очень и очень велики. Причем не только для партий, участвующих в этих выборах, но и для страны в целом. Потому что, я думаю, не секрет, что к этим выборам готовится попытка дворцового переворота, прикрытого, как обычно, ширмой народного недовольства итогами выборов и так далее. При этом, будет такой сценарий разыгран или не будет, зависит во многом от итогов встречи Путина с Байденом. Если Соединенные Штаты решат, что Россия капитулирует и соглашается на их вариант транзита власти с переходом власти к угодному Вашингтону сейчас человеку, без вот всех этих пертурбаций, то, может быть, и отменят. Если не создастся у них такое впечатление, то подобный переворот будет. И здесь попытка, точнее, попытка будет. И здесь нужно понимать еще одну очень важную вещь. Кто-то может сказать, какая нам разница, антинародные режимы и так далее, и так далее. Только нужно понимать, что Запад – это не нечто одно, единое целое. Например, господин Трамп, он ведь тоже прозападный. Уж прозападный придумать трудно. А чтобы его устранить от власти, фактически в Соединенных Штатах совершили переворот. Так что вот эти слова «власть прозападная»… Помните Хосни Мубарак, несчастный, египетский президент? Совершенно верно. Что с ним сделали? Так что вот это не гарантия, это раз. А второе, насчет того, что сменят одного прозападного на другого, здесь нужно понимать, что цель Запада будет не освободить народ России от коррумпированного прозападного либерального режима. Цель Запада будет ввергнуть в хаос более серьезно, чем в 90-е годы, так, чтобы у России не осталось шанса выкарабкаться. Потому что тогда, по итогам распада Советского Союза, они были уверены, что Россия уже никогда не возродится, никогда не вылезет снова наружу. Это умирающая держава, ее так и называли. Поэтому им нужно сейчас будет добить. Поэтому ставка здесь очень и очень велика. И а не то, что столько-то мест получит та партия, столько-то та. Потому что принципиальные изменения расклада сил в Госдуме я не верю. Сергей Станиславович, на выборах в Госдуму мы сталкиваемся с некоторыми, я бы сказал, противоестественными ограничениями, хотя нужны естественные ограничения. Вот, например, вы не можете участвовать в выборах из-за приговора суда. Напомню, по Болотной площади, приговор, который я считаю абсолютно несправедливым, но это отдельная тема. Тем не менее, недавно Государственная Дума и Совет Федерации приняла закон о запрете участникам экстремистских организаций баллотироваться в Госдуму. У меня тоже двойственные впечатления об этом законе. С одной стороны, надо некоторых деятелей фильтровать. С другой стороны, фракция КПРФ выступила против этого закона. Вот, как вы считаете, какой надо найти баланс между допуском всех здоровых сил и, тем не менее, недопуском деструктивных сил? Ну, вот, Игорь Сергеевич затронул важную проблему. Есть такая проблема. Конечно, западу, коллективному западу, всегда хочется иметь в России, а лучше вообще России не иметь, конечно, расчленить ее. Это самое главное. Это задача максимума. Задача минимума – иметь здесь у власти людей максимально лояльных, управляемых, подконтрольных и, в общем-то, удобных. Путин до какого-то времени, может быть, был более удобен, потом стал менее удобен. Мы не будем сейчас в этих всех категориях разбираться. Конечно, в целом, с нашей точки зрения, с точки зрения левых сил, действующая власть в России, она, конечно, буржуазная, выражает интересы крупного капитала, в том числе и транснационального. И, конечно, главная наша претензия к тому же Путину – не то, что он Путин, и вот не нравится нам его лицо или костюм, как на нем сидит, или рост его, или, так сказать, цвет глаз. А не нравится, что уже 21 год все-таки не может страна вырваться из бедности. Из бедности, хотя все есть предпосылки – и ресурсы, и территории, и природные богатства. И власть наша попадает в сложную ситуацию. Они себя считают как бы патриотами. И действительно, есть давление Запада. С другой стороны, есть большое недовольство внутри страны. Потому что миллионы людей недовольны своим положением – материальным, социальным, отсутствием перспектив. Молодежь просто даже на эмоциях говорит, ну сколько можно этот дедушка уже 21 год сидит. Мы родились, был Путин, и опять Путин. Это чисто молодежный такой подход, но он есть. Его, в принципе, можно всегда легко использовать. Поэтому власть здесь балансирует. С одной стороны, действительно, есть внешние угрозы. С другой стороны, у партии и власти низкие рейтинги. И вот здесь они в такой сложной ситуации предпочитают, конечно, на мой взгляд, делая ошибку. Вместо того, чтобы со здоровой частью оппозиции, с патриотической частью оппозиции. В первую очередь, коммунисты, КПРФ, Левый фронт, вся левопатриотическая часть. Вот здесь власть сегодня баланс, я считаю, нарушает. Поэтому слишком много запретительных законов. И, конечно, это создает нездоровую ситуацию в стране, когда выжигается все политическое пространство. И здесь власть начинает немножко зависать в воздухе. Но вот некоторое время назад прошла вот эта странная процедура, которую называют праймерис единой России. Сейчас саму процедуру не будем обсуждать. Все, в общем-то, мы ее видели, все знаем. Кандидаты власти так или иначе определены. И эксперты говорят, что поставлена задача опять сохранить конституционное большинство. Хоть убей, не понимаю, как они это сделают. Но, тем не менее, с какой программой единороссы идут на выборы? И выполнили ли они хотя бы те программы, которые говорили раньше? Ведь, вот я вспоминаю, ни в одной из программ единой России не было той же пенсионной реформы. Тем не менее, она стала сейчас краеугольным камнем нашей политики. Нет, ну, Единая Россия, да и вся наша власть, это партия, глобальная партия обещаний, которые не выполняются. Или выполняются там вот на такое вот количество процентов. Вот поэтому и такие низкие рейтинги. Поэтому и приходится прибегать к разным манипуляциям, грязным фальсификациям. Потому что по-честному, ведь по-честному это очень просто провести. Реальные дебаты, не надо этого административного ресурса. Вот сейчас в моем районе, где я живу, в район Нагатином, в Москве, уже два месяца еще даже не объявлены выборы. В пользу определенных граждан, которые планируются кандидатами от Единой России, идет массированная, тотальная кампания, все заклеено. Вся московская область увешана плакатами. Все дороги в этих баннерах. Так везде, по сути, Герас. На какие деньги? Это вообще сейчас непрозрачная система, еще не объявлен выбор, не надо ни за что отчитываться. Туда вкачиваются сотни, на мой взгляд, сотни миллионов в конкретной территории. А по стране это миллиарды и миллиарды рублей. Откуда они берутся? Откуда этот денежный резерв? То есть, по сути дела, это коррупционная совершенно схема. Или трясут бизнес, власти трясут бизнес, говорят, дайте нам денег на кампанию неофициально, мы вас будем, так сказать, защищать. Рэкет, по сути дела, рэкет, избирательный рэкет. Куда это годится? А оппозицию под микроскопом изучают. Вот тут копейка откуда? Все иностранные агенты становятся. Точно, точно. Один закон запретить, это запретить. Вот я еще раз говорю, поэтому наша власть понимает, что оппозиции ее слабенькие. Вместо нормального диалога, которому Зюганов призывает, это единственный путь сохранить страну, я считаю, единственный путь. Они пока все равно стоят на пути вот этих фальсификаций и манипуляций. Поэтому, конечно, на мой взгляд, они попадают здесь в серьезную ловушку. Вот этот либеральный спектр оппозиции, прозападный, который проявился, я думаю, его спровоцировали зимой, проявился, свою связь с Западом прям открыто показал. Его сейчас зачищают, и все, кто к нему причастен. Но возникает вопрос на выборах. У КПРФ есть миллионная база, ядерный электорат, сторонников, которые всегда голосуют. И за КПРФ, и союзников, и за Грудинина голосовали в свое время. К этим миллионам неизбежно в такой ситуации добавятся голоса тех, кто, может быть, проголосовал за кого-то другого. Но тех зачистили, а кто? Остается реальная оппозиция только КПРФ. Может быть, поэтому с КПРФ идет такая война сейчас. Поэтому сейчас власти надо серьезно задуматься. Если они еще и КПРФ начнут мочить, обвиняя во всяких несуразных злодеяниях, что и мы уже, так сказать, агенты Запада. Но никто этому не поверит. Это просто они тогда спровоцируют очень мощный конфликт своими же руками. Или надо действительно дать нормально конкурировать здоровым патриотическим силам оппозиции, дать зеленый свет в честной конкурентной борьбе, посмотреть, а за кого народ. И не будет никакой трагедии, если у Единой России не будет конституционного большинства. Наоборот. А будет не 300 с чем-то депутатов. А на 100 депутатов меньше, я условно говорю. Это не будет трагедии, это наоборот создаст более здоровую ситуацию в стране. Услышат ли? А может быть и не 200, а может быть они вообще провалятся. Кто знает. Но ведь действительно для них это страшно. Это сразу от денежных потоков отойти, от всяких лоббистских возможностей. Ну вот перед властью сейчас выборы. Действительно, выборы в сентябре, они судьбоносные. А мы должны сейчас укреплять максимальное единство, я считаю, идти уверенно, четко на эти выборы общей командой, несмотря на все, конечно, сложности и трудности, которые будут. Действительно, иногда складывается впечатление, что выборы превратились просто в соревнования денег и административного ресурса, просто в технологию. При буржуазной демократии, при капитализме деньги завсегда побеждают. Да. А раз у нас еще побеждает административный ресурс, значит, у нас еще, слава богу, буржуазная демократия не построена, и капитализм в полной мере не утвердился. Потому что если бы он утвердился, то тогда выборы проходили бы честнейшим образом. Всем бы давали возможность поговорить, всем бы давали возможность выступить, следили бы за каждой истраченной копейкой, потому что к выборам были бы допущены только те, кто прошел соответствующее сито, и независимо от того, кто победит, тогда ничего для истинных владельцев, хозяев страны не меняется. Как в США. Там жесткая борьба, а ничего не меняется. Нет, там чуть-чуть вышло за рамки, как раз. Да, но так, что в общем. Говорил о кризисе этой системы. А так, в принципе, замена сколько угодно. Социалисты за капитализм с человеческим лицом, которые выступают на здоровье, потому что они точно такие же купленные. У нас нет. У нас еще есть возможность коренного изменения ситуации. И именно поэтому к выборам каждый раз относятся настолько серьезно. Это, опять-таки, возможно именно потому, что система не устоялась. Иначе это не нужно было бы делать. И вот я хотел еще одну вещь сказать. Я совершенно согласен с Сергеем о том, что власть сейчас придумала не самый лучший способ, мягко говоря, противостоять вот этой угрозе по итогам выборов. Зачистить поле, закрутить гайки. Это можно. И можно избежать поэтому событий в сентябре. Но эти события просто-напросто будут отложены. Нужно понимать, что тот же Запад может у нас все это совершить и может иметь реальные возможности обрушить нас в состояние хуже, чем в 90-е, только из-за той социально-экономической и политической системы, которая у нас существует. И которую эта власть поддерживает. Да, она сейчас в контракт с Западом, но при этом всячески хочет показать тому же Западу, что мы свои буржуинские. Давайте не будем сносить нас. Мы здесь на этой территории хозяева. Что хотим, то и делаем. Но Запад эту игру уже не принимает. Поэтому если они отобьются сейчас, произойдет это через несколько лет. Сама эта система порождает вот те силы, которые, ну ту самую пятую колонну. Ведь кто является главным бенефициаром всей существующей экономической системы? Именно те, на кого Запад опирается. И все эти олигархи, все эти собчачки и прочее, 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 это те, кто бенефициары этой социально-экономической системы. Поэтому вот здесь очень важно то предложение, которое было. Но они-то предпочитают лишь на словах изображать патриотизм и говорить, сплотитесь все вокруг нас, а иначе будет хуже. Ну на какой-то момент это сработает. А в какой-то момент люди вдруг возьмут, да и скажут, а гори все ясным пламенем. Причем сплотитесь вокруг нас без всяких условий. Да, совершенно верно. Только на обещаниях, что мы хорошие, что мы вас защитим от вот этих акул, которые еще более страшные, чем мы. Да, еще хуже, чем мы. Ну на выборы, в общем-то, как уж повелось, наверное, когда? С 93-го года, 96-го и далее. На выборы выходят два соперника. Условно говоря, партия власти, она бывает разной, принимает разные обличия. И КПРФ, народно-патриотическая коалиция. И на сегодняшний день тоже будет самое. Но при этом мы видим, что, опять же, технологии, партия власти, власть регистрирует множество партий, партеечек, которые откусывают у нас вот этот электорат. На мой взгляд, только один был проект реально удачной Родина, который превратился из объекта в субъект, и который просто раздавили. Но тем не менее, чем, на ваш взгляд, руководствуются люди, которые голосуют вот за этих, скажем так, альтернативщиков? И как мы можем к этим людям достучаться, что ваши голоса, потраченные на них, просто голоса, потраченные впустую? Выборы – вещь хорошая, но на выборах социально-экономическая система никогда не менялась, не меняется и меняться не будет. По опыту Латинской Америки я бы чуть-чуть с вами поспорил, но так, к слову. Ну, поэтому он интересен, что он, скорее, исключение исправит. Да, скорее исключение. Это исключение исправит. Есть Артега, Моралис, да. Такой вариант возможен только в одном очень маленьком случае. На фоне массового движения. Да, не только массового движения. Если вот та самая группа во власти, которая считает себя патриотами, действительно является патриотами, и действительно поймет, что со стороной собирается сделать Запад сейчас, и поставит интересы Родины для себя на первое место, а не интересы капитала, и не интересы денежного мешка, в том числе и своего денежного мешка, такое может быть, чудеса же на свете бывают, и откликнется вот на то письмо, которое было, и действительно ради спасения страны пойдет на союз с здоровыми силами и пойдет на изменение социально-экономической главной системы. Не для того, чтобы сейчас тактически отбиться. Потому что если останется капиталистическая система, все это повторится через некоторое время. Мы же видим, куда капитализм ведет. Но вернулись мы в один капитализм. Вот он, инклюзивный капитализм, который нам обещают в ближайшее время. Это закономерное развитие капитализма, где нам всем, подавляющему большинству, отводится роль служебных людей. Этого никто даже сейчас уже не скрывает. Сохранение капиталистической системы под самыми патриотическими лозунгами все равно приведет к этому. Не при этих правителях, так при следующих. Поэтому без смены социально-экономической системы спасти страну невозможно. Это будет сделано в результате выборов только в том случае, редком случае. Но шанс всегда есть, если там интересы Родины поставят на первое место интересы России. Сергей Станиславович, но выборы, тем не менее, это единственно доступный сейчас нам инструмент. И я знаю массу, и вы, наверное, знаете, и все мы знаем массу хороших людей, правильных людей, которые говорят, ну какой смысл, плеть и обухо не перешибешь. Ну и что, я пойду, все равно пересчитают, как хотят. А я вот просто не пойду, не хочу в этом участвовать. Что бы вы этим людям сказали? Ну, я считаю, здесь надо руководствоваться известным тезисом. Никто не даст нам избавления, да, кроме нас самих. Надеются, что там во власти какие-то патриотические элиты сейчас прозреют. Вдруг на 21-м году или там на 31-м, как по-разному считать можно. И скажут, вот, наконец-то мы прозрели, сейчас проведем честные выборы, поможем КПРФ. КПРФ или КПРФ обвиним в правом уклоне. Да, ну это разные могут вариации. Очень вероятно. Это, конечно, приятно себя такими надеждами тешить, да, но я думаю, это малореалистично. Все, многое, по крайней мере, в наших руках. Власть выезжает за счет чего? Грамотная организация процесса выборов с их точки зрения, сушка явки протестного электората и максимальная мобилизация их электората, или такого сколеблющегося электората, бюджетников, пенсионеров, которых вот за три дня этого голосования многодневного будут просто обходить, обзванивать. Мы знаем, как это делать. Все армии чиновников будет на это заточены. Наша задача, и вот обращаясь к людям, которые колеблются, сомневаются или руководствуются этой идеей, а мы ничего не сможем поменять, альтернатива, это сегодня в нынешних условиях, уже близким к диктатуре, это действительно кровопролитие. Мы этого не хотим. И я думаю, большинство наших граждан тоже не хочет. Но чтобы этого избежать, надо сегодня встать, прийти, вот те 15, хотя бы 20 процентов, которые мы не добираем наших потенциальных сторонников явки на выборах, чтобы она была не в районе 50 процентов, а в районе 70 процентов. Вот наша задача к 19 сентября. Тогда есть шанс затруднить работу фальсификатором. Процент фальсификации, он не безграничный. Из одного процента голосов 100 процентов не сделаешь. Нет таких еще технологий, это будет, ну, скандал просто, видный каждому нормальному человеку. Поэтому вот наша задача, не брюзжать сегодня, не жаловаться, что нет оппозиции, нам внедряют эту мысль. Но, на самом деле, реальная оппозиция есть, главная реальная оппозиция говорит, что нужно поменять в экономике, в социальной сфере, в политике. Это команда КПРФ, Левопатриотических сил, вся наша команда. Эффективная, вменяемая, разумная, конструктивная альтернатива есть. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...